Ребята, всем привет! Нам сегодня пришла посылка, она просто гигантская! Канцелярия! Да, канцелярия, это Back to School, здесь и я себе позаказывала много всего интересного, и Миланке позаказывали, также взяли несколько рюкзаков, мы сейчас их посмотрим, выберем какие-то рюкзаки, которые нам понравятся, остальные вернем обратно. Заказывали мы на Валбере, поэтому вернуть спокойно можно. Давай с рюкзака, наверное, начнем? Давай. Так, первый рюкзак вот такой вот, сейчас я его открою, черно-бежевого цвета. О, Милан, смотри, симпатичный. Да, симпатичный, у нее нравится этот рюкзачок, здесь, смотрите, много отделений. Он еще похож на сумку, сумка-рюкзак, не прям рюкзак такой, да, Милан? Мне это отделение очень нравится. На молнии прозрачное? Да, такой. Так, это уже второй получается. Дальше третье отделение вот сюда, спокойно влезет в пенал, например. Да, или телефончик. Ну, телефон лучше Милана внутрь. По бокам тоже есть. Я его пока не беру. Карманы, сзади тоже карман, посмотрите, сколько карманов, вообще офигеть. Угу. И внутри давайте посмотрим. Послушайте, мне этот нравится пока. О-о-о-о! Что там? О-о-о! Тут посмотрите, сколько всего. А вот этого мы не ожидали. Да, мишка. Вот такой вот брелочек. Он на зажиме... Нет, не зажиме. Ну, булавочка, да. Дальше. Они мягенькие такие. Коровка. А их, кстати, можно цеплять. Мы уже подсмотрели, Милана, уже в восторге от пенальчика. И на пенале тоже, да, вот такие вот? Да, ну давай, пеналы мы вернемся чуть позже. В общем, их можно еще не только на рюкзак цеплять. Ну, конечно, это как обычные брелочки. Угу. В общем, вот такая вот красота. Очень хорошее. В комплект. Я, если честно, даже забыла, что здесь такие брелки разные. Я даже не знаю. Класс. Ну, мне так нравится. Внутри, смотрите, здесь получается твердый такой корпус. Угу. Вот потрогай, прям металлический. Посмотри, как много отделений здесь. Да. Так еще и большой какой. Да, большое отделение одно, два маленьких кармашка и еще одно отделение для тетради, допустим. Очень такой вместительный. Милан, мне уже нравится. Нравится этот? Да. Я хочу вот такой. Так, подожди, давай пакеты, чтобы не путать. А то потом мы запутаемся в пакетах. Там мемеска. Ой, да, Милана любит сейчас нас аниме. А что там пищит? А ну-ка, что это? Куда идти уточки? Так это уточки пищат. Давай, откроем? Что-то пошло не так. Та-дам, у нас тоже классный рюкзак. Давай послужим игрушечки. Игрушечки, Милан, самое главное игрушечки. Ну, мы вообще-то идем только во второй класс, поэтому, конечно, нам игрушечки нужны. Точно они пищат. Они классные. Знаешь, вот так вот их выложить и здесь. Ой. Это вот в классе будет прикольно. Такая. Вместо урока. Такая, когда отвечают... Когда там в доске, например, я выхожу, я такая, никого не слышу. Давай. Та-дам. Прикольненько. Так, первый карман. Ну, конечно, уточек можно вытащить, но они там, мне кажется, классно вписываются. Они права тема, да. По бокам тоже карманы. Ну, мне кажется, такого же плана, как предыдущие. Такого же плана, но немножко другой. Здесь тоже карман. Сзади, смотрите, здесь вот такой вот достаточно большой. Там был маленький кармашек. Подожди. Здесь глубокий. А здесь прям большой карман. Да. Сюда, кстати, вот, да, вот сюда можно спокойно положить. Идеальный пенал, да. И здесь... Сейчас, может, там тоже какие-то сюрпризики будут? Так вот здесь сюрпризики. Сейчас мы еще сюрпризики. Ой, ну здесь, слушайте, здесь больше отделений. Здесь прям вот он, знаете, такой прям школьный-школьный. Смотрите, отделение большое одно, потом отделение для тетради, отделение вот такие вот поменьше. Ну, и вот, собственно говоря, вот так вот он задерживает. Ну, тоже классно. Ну, ладно. Еще будем дальше, да, смотреть? Она уже открылась. Да, она слишком быстро идет, я не успеваю. Ну, смотрите, какие-то картинки прикольные. Это анимешки, а это какой-то лазайки. Я такого не знаю, я такого не знаю. Тоже так много разных карманов вижу. Здесь вот такой вот кармашек. Достаточно большой тоже. А что? Это у нас, знаете, такое сейчас... Второй класс, против второго курса. Точно. Я тебе тоже позаказывала всего. Давай. Покажу я. Здесь, получается... Это вот так вот. Таким вот образом должно быть. Ну, там, Маш, пока не делать. Карман для пенала. Карман для... Картинки, интересно, картинки можно достать отсюда? Смотрю. Да. А, вот они достаются. И можно поменять. О, а здесь, смотри, интересно. Это как открытки такие, да? Разные. Мне вот это вот не все. Вставляй. Так, дальше. Слушайте, здесь прям столько отделений. Заблудиться можно в рюкзаке. Здесь, кстати, смотрите, есть карабинчики вот такие вот с регулировкой, то есть можно, ну, сужать рюкзак там или увеличивать. Что ты сказала? Регулировать. Что ты сказала? Регулировать, она сказала. Очень даже правильно. Смотрите, какой цвет красивый. Одно большое отделение, маленькое и два кармана. В принципе, как в предыдущем рюкзаке. И здесь тоже есть кармашек. Ручки сзади тоже регулируются. Тебе какой сейчас на данном месте больше сейчас понравился? Мне? Все. Нет. С книжками вот эти три ножки. С книжками? А уточки, Милон. Да я все, я не могу. Нет, надо будет выбрать один-два. Ну? Вот такой вот. Здесь тоже картинки такие вот. Это вот в серии, как первая, да? А здесь три. А здесь три картинки. Такие три, они с двух сторон обычные такие же. А, они одинаковые. Три картинки. Сынюшка торти кушает. Это что-то мишка. Или бургер. Это хомяк. А, это хомяк. Мишка. Это хомяк. Да это везде мишка, значит, что это мишка. А, это хомяк. Да главное, что он кушает. Ладно, карман для пенала. Боковые кармашки тоже есть. И здесь, и здесь. Так, ой, здесь, смотрите. Это тоже симпатично. Да, еще вот пенал. Еще одно отделение тоже очень-очень большое, вместительное. Прям для тетради можно его выделить. Здесь, получается, кнопка тоже. Можно закреплять ручку. Угу. И, конечно, большой карман. Давай. Здесь, получается, одно большое отделение и поменьше. Тоже вместительное. Да, тоже вместительное. На самом деле, они все плюс-минус одинаковы по вместительности. Просто вот визуально. Кстати, какое вам нравится? Пишите. А мы сейчас все посмотрим и будем потом что-то выбирать. Кстати, мы на Миланом канале тоже канцелярию уже выбираем. Поэтому заходите на канал Мими Шоу. Тоже смотрите интересные видео. О, это тут вообще прям. Подожди, давай по порядку. Давай с рюкзака. Ничего себе. Очень много всего. А это, наверное, мешок для обуви, да? Да, там все. Там и пенал, есть и сумка есть. Так, первое. Это рюкзак. Здесь, смотрите, раз кармашек. Два кармашек вот такого. Для телефона очень подходит. Ну нет, я их не советовала телефоном. Да, я тоже. Мне нравится именно вот куда-нибудь прям внутрь спрятать. Дальше вот такой кармашек, например, если у вас какой-то тонкий пенал, то сюда спокойно он приедет. Ну, некоторые даже два пенала носят. Да, карманы по бокам тоже есть. Они, кстати, тоже на застежках, чтобы они потом не открывались у вас. И сзади тоже есть карман. Достаточно большой вместительный. Например, если у вас большой пенал, то его можно сюда положить. Ну и, конечно же, отделение внутри. Одно большое и поменьше. Класс. Теперь самое интересное. Давайте смотреть, что же тут еще в комплект. Подарочек. Это, получается, рюкзак. Потом вот такой вот пенал. Он из этого лезет сюда. Да, вот я просто такой и говорила. Пенал, который вот сюда спокойно будет. Да, для большого там будет. Вот такая вот сумочка. А это, Милане, как раз для косметики. А это вот как раз-таки для денежек. В столовую. Да, нормально вообще. Здесь кармашек вот такой получается, без молнии. Да, да. И карман на молнии. Видите, большая сумочка, значит, надо много денег. Ну, я же говорю, в столовую. Или много косметики. В столовую. Да ну, в столовую как раз-таки. Нормально. Сейчас на самом деле все в столовую ходят с карточками уже мелкие дети. Серьезно? Да. Кстати, пишите, вы в школу ходите с карточками или с новичкой? Да. Вот это вот внизу. Это запасная, скорее всего. А, наверное, да. Наверное, запасная веревочка. И еще вот такая вот сумка. Для обуви, да? Ну, почему для обуви? Это может быть, знаешь... Может быть, просто как сумка, да? Как сумка. Это может быть сюда складывать вот на труды, например. Ну, да, на какие-то дополнительные занятия, да? Так, такие сумочки я складываю труды. Здесь, получается, кармашек. Не труды, художественную школу можно даже пойти. Здесь, получается, кармашек прямо вот здесь, в большой карман. Дальше. Ребята, здесь карман чего? Это было здесь, в этом пакете? Да. И еще значок, видите? Еще значочек. Ничего себе. Я обожаю такие нички всякие. Милые. Они такие милые. Класс. Его можно взять на рюкзачок, на пенал, куда-нибудь. Ты его куда хочешь, может? Да. Так, здесь маленький кармашек. И еще карман большого отделения внутри. Ручка здесь, кстати, тоже регулируется. Можно подлиннее, покороче, сделать, как вам удобно. И здесь, получается, сумка закрывается на вот такие вот, ну, не помню, как называется, вилки. Ну, карабинчики, в общем. Вилка. Ну, по плану, по плану. Что-то, не по плану. Ну, вы толкаете? Мне, конечно, вот такие вот нравятся рюкзаки. Ой, тоже, значит, еще один рюкзачек. Практически ко всем рюкзакам идет в подарок разные значочки. Да. И этого рюкзака тоже очень много отделений. Кстати, был уже рюкзак похожий. Так, ткань приятная. Черный был, помнишь? Слушай, знаешь, напоминать джинсовку. Если, как у нас, делать почти все рюкзаки купить, то будет почти все коллекции лучше. Так. Как-то здорово придумала. Здесь тоже вот таким вот образом все это делается. Здесь, получается, карман вот такой вот. Карман на молнии с одной стороны. И молния здесь еще с другой стороны. Вот так вот сюда вот это. То есть в одну вот в этой маленькой кармашке уже два отделения. Дальше еще один большой карман вот здесь под молнией. Он реально тоже очень большой. Спокойно влезет любой сюда пенал. Или значок. Или значок. Карманы по бокам здесь есть тоже. У меня бутылки, например. И здесь тоже такой же механизм. То есть вот так вот это все фиксируется. Чтобы там что-то не упало. Вот так вот. И когда тебе нужно что-то достать, ты открываешь. Так. Сзади тоже есть карман. И сейчас. Тоже большой очень. Ну, достаточно вместительный. Та-дам! Здесь получается одно большое отделение. Отделение чуть поменьше. И два маленьких кармашка. Мне дочки нравятся. Короче, Миланы рюкзаки не нужны. Ей нужны значки. Мне вот это нравится. Да, он такой. Мне вот это нравится. На футбольный мяч похож? На футбольный мяч. Нравится карман. Вот такой вот. Дальше отделение на молнии. Маленькое. И отделение на молнии еще одно. Такое же, как было в том. Да, я говорю. Этот рюкзак очень похож на предыдущий. Мне кажется, здесь даже больше отделение. Потому что здесь, смотри, еще есть вот такой кармашек. Ого! Он такой глубокий. Этот карман, вот смотрите, вот здесь пальцы у меня. Ничего себе. Оно вот прям вот все. Вот эта вот вся часть, это вот этот кармашек маленький. Вроде бы. Во-первых, взгляд такой маленький, да, на самом деле. Ребята, вот это, смотрите, вот так. Да, я говорю. И вот это вот здесь тоже. А интересно сейчас. Вот здесь даже еще одно отделение. Это как? Нет, еще один гигантский карман. Тут вообще столько влезет всего. Сейчас. Внутри большое отделение, поменьше отделение и два маленьких кармана. Мне уже эти два понравились больше всего. Какой вам понравился больше? Пишите. Здесь, смотрите. Мне, наверное, этот, который Миланка. Который наш? Не знаю, тоже. На самом деле, каждый рюкзак по-своему симпатичный. Ну этот вот такой вот, он именно как книжка такая. Ну, с пеналом, ой, с рюкзаком мы плюс-минус определились. А теперь пеналы. Теперь пеналы. Пеналов мы тоже заказали очень много. Сейчас будем выбирать. О, вот этот классный пенальчик, смотрите. Вот этот пенал мне очень нравится. Он такой блестящий. Так. О, он так классно открывается еще. Он прям вот так вот полностью открывается. Здесь получается для ручек, для карандашей. Но основное то, что ты чаще всего очень пользуешься. А это еще можно убрать. А, да. Смотрите. Вообще классный. Это можно вообще отстегнуть, если тебе, например, это не надо. Но это на самом деле очень удобная вещь. То есть сюда ты кладешь только то, что ты первым делом всегда пользуешься. А здесь уже, например, текстовыделители, разные наточилки, эластики. Вот в это отделение. А в подарок идет анти-связь. С одной стороны такой блестящий зайками, а с другой стороны беленький цвет. Так, ну а дальше пенальчик. Это у меня созируется этот пенал с том и джерри. Мышка, сыр такой. Это Микки Мау. Это Микки Мау. Микки Мау. Нет, Микки Мау. Нет, Микки Мау. Микки Мау. Это он много спорит. Вот такой вот черненький. Ой, какой он классный. Блин, я люблю такие пеналы. Вот с ними вообще ничего не будет. Их спокойно можно помыть, постирать. Даже если, например, чай разъелется. Чай. Я думала, ну ладно, ручка там протечет еще. А чай чему тут вообще? Коля, чай. Ну кто-то чай пьет. Нет, ну смотрите, внутри он, несмотря на то, что белый, вы можете спокойно стирать. С ним вообще ничего не будет. И все будет чеки. Это я оставляю себе пенальчик университета. Я люблю. В последнее время мне пеналы черные нравятся. Я особо не люблю черные ничего. Но вот пеналы у меня в том году был черный пенал. И в этом году тоже, наверное, будет черненький. Ты что, посмотришь? Еще не рюкзаки черные. Что? Какие это ты вообще выбирала? Так, сейчас Милана захотела открывать клеточку. Шахматная доска, как по мне. Такие очень... Ой, смотрите, это прям космичка. Они очень популярны. Такие вот пеналы, да. Такие клеточки. Сейчас Милана вам все расскажет. Да. Я вообще в сектурке, в китубе такое видела. Они очень популярны. Такие пеналы. Здесь получается одно большое отделение и отделение вот такого вот... Например, для... ...сеточка. ...закладок и все такое. Так, я тут еще нашла вот такой пенал. Она, она с лягушками и все, а ей уже больше ничего не надо. Ничего не надо. Ой, какой красивый цвет. А здесь единорожка? Да, здесь единорожка. Тоже очень классно. Смотри, что такое. Там перо еще внутри. Ой, точно. Блестяшки и перо. Вообще класс. Ой, такое тоже люблю пенал. Ой, нежные. А там что-то есть, подожди. Нет, вот такое вот одно большое отделение. 300 рублей стоит в класс. Ну, она цену видела. Это такой вот пенальчик. Мне это больше всего нравится, потому что... Потому что там много вот таких вот значков, лягушки. Ой, я забыла. Это мягенькие сестры и братья. Сестры и сестры и братья. И гусечки вот такие вот маленькие. Ну, а здесь там... Упаковка чеев. Здесь такое вот... Одно большое вопрос в отделении. И, конечно же... Антистресс пока. Нас бабушка назад не будет. Давай, вставляй. 1 сентября хотя бы с лягушками пойдем. Ой, это что? Это же батон. Это батон, да. Это батон. Так, ну, а я открываю следующее за черный вот такой пенал. Чтобы быстрее было, иначе это будет очень долгое видео. Ой, тоже классный пенальчик. Это вот из серии как мышка, только с цветочками. Ну, такой вот молния достаточно большая. Здесь тоже черненькая. И внутри он белого цвета. Его спокойно можно стирать. Не бояться, что он там испачкается или испортится. Тоже классный. Но я бы себе сыром оставила все-таки. Что там? Посмотри, что у него ножки есть. Ой, какая милота. Он очень мягкий, он такой пивец по батону. Ой, слышите, он такой приятный, он прям как антистресс. Потрогай. Еще я тебе сюда положить. Такой прямо как велюровый. Да, очень приятно. Можно туда положить вот эту подушечку, которую ты уже лопнула. Там уже нет подушечки. Я хочу батон. Это его ножки. Это его ножки. Кто-то кушать захотелось. Нет, я не хочу кушать. Так, еще один пенал. Он такой миленький. 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 Тебе нравится он уже? Да. Да, мне нравится. Тадам. Ой, слышите, цвет правда классный. Тадам. Что внутри такое коричневое, не светлое. Ни сеномарки. Да. Да, две по себе безразличные. На самом деле и этот пенал тоже спокойно можно стирать. Такие вот тканевые пеналы, с ними ничего не будет. Последний пенал, вот такой вот. Он тоже миленький. Овечка. Я называю такие вещи. Он такой прям шерстяной может сделать. Ну да, я говорю, овечка. Овечка. Тоже, кстати, классно. Мне тоже нравится. И он, кстати, поместится в рюкзак, вот там где маленькое отделение. Да, здесь одно большое отделение. Вот такого подобного плана с пеналом я ходила на первом курсе в университете. В общем, Милана выбрала себе вот такой вот рюкзачок. Это самый первый, который мы распаковывали. И рюкзак в клетку. Я взяла себе вот такой пенал. И Милашка взяла пенал с единорогом и с лягушками. Так, ну а теперь там только мои покупочки будут сейчас, поэтому Милана уже пошла дальше играть. Я заказала себе вот такую вот шапку. Я не знаю, как она правильно называется, для меня это котелок. В общем, эта шапка, она, конечно, не на лето, она тёплая, утеплённая. Да ладно, ты как раз сейчас себе заказала. Бабушка, когда я её увидела, сказала, сейчас же лето. Зачем тебе такая шапка? Сочи. Ну блин, я её заказала на весну, на осень. Короче, на осень, на зиму, на осень. Ну понятно, короче. Короче, всё, кроме лета. В Питере летом ходить. Нет, ну в Питере летом тоже будет не жарко, а вот под пальто моя драпова будет идеально. Да, Люфе, ещё на лето заказала себе ещё один котелок. Панаму ещё заказала себе фиолетового цвета. Только её нужно погладить. А я тоже себе подобные такие заказала, только дутая, ещё не пришла. Да, маме ещё не пришла дутая. Мама любит носки так стоить. В этот раз заказали их много. Заказали белые вот такие вот носки с розовой пантерой, беленькие. Дальше вот такие вот нежно-розовые. Я не знаю, что это за персонаж. Какой-то персонаж в очках. И ещё одни тоже с розовой пантерой. Сейчас покажу. Ну только это уже розовые носки. Чего розовый, он жёлтый? Ну блин, это розовая пантера, просто розовые носки сделали жёлтую пантеру. Вторая упаковочка. Здесь тоже, по-моему, три. Нет, здесь четыре пары. Сейчас покажем. И здесь уже больше белых носочков. Всё, как я люблю. Всё, как я люблю. Ты себе забирай жёлтую пантеру. Я забираю себе вот такие вот носки с долларами. Беленькие. Я забираю себе вот такие носки с девочкой. Остается! Дальше носки с цыплёнком. Вот такие вот. Тоже беленькие. Борь ещё вот такие вот розовые носочки. Если честно, не помню, как её зовут, но это из губка Боба. Дальше, как мама заказала себе ещё очки. Но я их примерю на себе. Ты видишь, беленькие тоже. Маме просто писали в комментариях, что ей идут такие белочки. Она решила их заказать ещё. Да? Такие вот беленькие. Но у них, кстати, немножко другая форма. Более так, как кошачий глаз треугольник. Чемочек, да? Да. Миша, да. Да. Но маме они идут, она их уже примеряла. Смотрела? Это я сейчас распаковываю. То, что мы точно берём, это мы уже знаем. Так, это подставка под телефон, такая вот мимишная. Он на горошке. Классно. Классно вообще подставочка такая. И, кстати, телефон держит хорошо. Три маленькие посылочки, как вы думаете, что там? Цепочка на очки! Да. Одна цепочка моя, одна цепочка мамина. Как вы думаете, как мы её распределяем? Я просто выбрала то, что мне нравится, остальное моя спешка. Так оно и было. Ну, мы же заказывали предварительно две цепочки, которые нам понравились. Тебе и мне. Это вот цепочка для мамы. А вот эти цепочки? Нет. Да. Блин, вообще круто. Вообще-то круто. Смотрите, нравится. Сразу прям вот какое-то такое праздничное, да, получается образ. Папа вообще не слышит, что он в компьютере. Посмотри, красиво. Скажи, бомба вообще. А мне нравится, мне нравится. Забирает эту цепочку. И сейчас покажу вам на этих же очках, ой, на этих же очках, как смотрится моя цепочка. Здесь уже покрупнее жемчужины. Эта цепочка более воздушная. Да, и здесь получается одна цепочка, а здесь две. То есть одна цепочка именно цепочка, другая жемчужина. Ну, и вот так вот смотрится эта цепочка. Вообще круто. Ладно, всё, на этом всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.